Иногда при работе генераторов в параллели на их контрольно-измерительных приборах можно наблюдать, казалось бы, противоречивую ситуацию. Когда ваттметры показывают нагрузку, распределенную поровну, а на их амперметрах токовая нагрузка отличается, и иногда существенно. Внимательных механиков эта ситуация приводит в недоумение. Но объяснение этому явлению есть. Это неравномерное распределение реактивной нагрузки этих генераторов. Сейчас сильно упрощенно, конечно, но нам нужно затронуть понятие реактивной энергии, хотя бы в той мере, чтобы понять, почему ее необходимо распределять между работающими в параллели генераторами. Известно, что в электрических сетях, и судовые этому не исключение, существуют электропотребители, принцип работы которых основан на индукции. Например, это электродвигатели, трансформаторы, дроссели, реакторы и прочее. Обладки этих устройств, или другими словами, катушки индуктивности, это есть так называемые реактивные элементы электроцепи. А реактивные элементы электроцепи имеют свойство накапливать энергию из сети и отдавать ее обратно. То есть, они есть аккумуляторами. Например, электродвигатели потребляют и активную энергию, которая расходуется на приведение в движение ведомых ими механизмом, и реактивную, которая создает электромагнитное поле самого электродвигателя. Причем, электромагнитное поле двигателя создается даже когда электродвигатель работает в холостом режиме и никакой полезной работы не выполняет. В процессе работы электродвигатель не только крутит какой-то механизм, а он еще превращается в своеобразный аккумулятор, который накапливает энергию в виде магнитного поля. А так как аккумуляторы, как известно, имеют свойство, как накапливать электроэнергию, так и отдавать ее, то эта накопленная реактивная энергия постоянно движется в линии, меняя направление, то от источника питания к аккумулятору, электродвигателю, то наоборот от него к источнику питания, в зависимости от того, какое в данный момент направление тока, так как ток в сети переменный. Естественно, что при этом движении реактивные токи встречают на своем пути разные сопротивления, при преодолении которых часть энергии теряется в виде тепла. На возобновление потерь реактивной энергии генератор отдает часть своей мощности. Реактивная мощность измеряется в варах, и ваттметры, которые измеряют только ватты активной мощности, ее величину не учитывают, но она есть в составной части токовой нагрузки на генератор, поэтому на амперметрах это отображается. Активные реактивные нагрузки потребителей составляют полную нагрузку генератора, которая измеряется киловольтамперами. Если сравнить полную и активную нагрузку работающего сейчас генератора, то можно видеть, что они отличаются на коэффициент 0.84. Этот коэффициент называется Power Factor или Cosinus V. Можно сказать, что Power Factor показывает, сколько из отдаваемой в настоящий момент в сеть мощности используется в качестве активной энергии. Очевидно, что чем больше нагружать потребитель полезной нагрузкой, то есть чем больше он будет выполнять работы, то доля реактивной нагрузки в полной будет уменьшаться, а активная увеличивается. И, следовательно, Power Factor при этом повышается. И наоборот. Сейчас вы видите для примера Cosinus V на генераторе, который нагружен всего лишь 8% от номинальной мощности, и на генераторе, который нагружен 75% от номинальной мощности. Субтитры создавал DimaTorzok электродвигателей работает одновременно в практическом холостую без нагрузки. Например, на стоянке в сильный мороз, когда краны, швартовые лебедки, гидравлику трюмов и тому подобное оборудование включают на постоянную продолжительную работу лишь только для того, чтобы не застыло масло в системе. В таком случае, ватметры на ГРЩ показывают нагрузку сравнительно небольшую, а амперметры показывают токи значительные. Это и есть пример тому, как ненагруженные машины активной энергии потребляют совсем мало, и в то же время реактивные мощности загружают сети по полной, потребляя при этом значительные токи. Понятно, что Cosinus V при этом значительно понижается. Существуют способы компенсации реактивной энергии в сетях и тем самым увеличение их Cosinus V и соответственно КПД, например, подключением сеть емкостных батарей. Конденсатор или емкость тоже, как и индуктивность, является реактивным элементом, и он тоже накапливает и отдает энергию, когда перезаряжается. В зависимости от направления в данный момент тока в линии. Но по существующим законам физики, движение его энергии получается всегда встречным, к индуктивной, и за чего и получается эта компенсация. Конденсаторные компенсаторы реактивной нагрузки на судах типа Балкер не встречаются. Другой путь повышения Power Factor – это загрузка потребителей нагрузками, близкими к их номинальным значениям. Но как бы мы ни старались, мы все равно не сможем загрузить генератор на полную мощность только активной нагрузкой. Поэтому в характеристиках генераторов указывается их полная мощность – в киловольт-амперах, а не активная в киловаттах. Итак, подытожим вышесказанное. В сетях есть не только активная энергия, но и реактивная. Между генераторами, работающими параллели, реактивную энергию, так же как и активную, необходимо распределять поровну, так как она составляющая токовой нагрузки на генераторы. Если при работающих параллели генераторах их ватт-метре показывает нагрузку, распределенной поровну, а при этом токовая нагрузка на эмперметрах имеет значительный дисбаланс, то это значит, что между этими генераторами неравномерно распределена реактивная нагрузка. Считается, что разбалансировка этого показателя не должна превышать 10%. Как урегулировать эту ситуацию? Если активная нагрузка, как мы уже говорили, распределяется между параллельно работающими генераторами путем изменения частоты вращения их приводных двигателей, то реактивная нагрузка распределяется между генераторами путем изменения их напряжения. Из этого следует, что дисбаланс нагрузки потоку на двух параллельно работающих генераторах при их равномерной активной нагрузке возник из-за того, что один генератор дает напряжение выше, чем другой. Если напряжение одного из генераторов отрегулировано некорректно, почему это нехорошо? Такая ситуация может быть не так опасна, если такой генератор работает в одиночку, и его напряжение отличается от номинального незначительно, что не вызывает выхода в алармов по этому поводу. На разах хуже, когда такой генератор работает в параллели с другими, и это вызывает дисбаланс нагрузки потоку между этими генераторами, что может привести к неустойчивой работе генераторов во время включения мощных потребителей, с сопровождением этого значительными забросами тока и напряжения на одном из генераторов. Причем эти скачки могут достичь таких значений, что это может привести даже к защитному отключению генератора от шин, что, кстати, пару раз и происходило на этом судне раньше. В одном случае все обошлось легким испугом, а во втором случился блэкаут, и я думаю, что очень высокая вероятность того, что это происходило как раз из-за повышенного напряжения вот этого генератора. По крайней мере, после проведенной подрегулирования подобная проблема больше не возникала. Помните, мы говорили ранее, равенство напряжений – это одно из условий для подключения генераторов в параллельную работу и их синхронной работы. Напряжение генератора регулируется при помощи переменного резистора автоматического регулятора напряжения АВР или АВР, установленного в генераторных панелях ГРЩ. АВР некоторых моделей генераторов может быть установлен непосредственно на самых генераторах, но подстроечный резистор всегда монтируется на ГРЩ. АВР изменяет выходное напряжение генератора путем изменения тока его возбуждения. Об АВР и возбуждении генераторов в некоторой мере уже было рассказано в фильме об аварийном дизель-генераторе. Также об этом будет еще рассказано в фильме по теме основных дизель-генераторов. Подстройку напряжения генераторов можно произвести непосредственно при работе их в параллели, при этом ориентируются на показания их амперметров. Но имейте в виду, что переменный резистор вольт-регулятор достаточно чувствительный, и крутить его нужно очень аккуратно. К тому же, настроив таким образом два генератора, очень высока вероятность того, что третьему генератору такие настройки не подойдут, и при подключении его в параллель первым либо со вторым проблемы с разбалансировкой возобновлятся. Поэтому для начала лучше выставить одинаковое напряжение на генераторах, работающих поочередно в холостом режиме. Возможно, после этого точной подстройки уже и не понадобится. Какое же напряжение нужно выставить на АВР генератором? Не смотрите на то, что на панелях горща написано 440 вольт. Чтобы выставить правильное напряжение на АВР, необходимо зайти в настройки системы Джаком и найти уставку нормального напряжения системы. Как видно здесь, оно равно 450 вольт. Почему это так важно? Потому что на значение этой уставки ориентируются все остальные уставки алармов и защит по напряжению, забитые в системе Джаком. Например, если на АВР выставить напряжение 440 вольт, то оно окажется, что будет находиться всего на 3,5 вольта выше уставки первой ступени защиты Шингерща по низкому напряжению, которое составляет 97% от уставки нормального напряжения. Напряжение 440 вольт указывается как номинальное в характеристиках генераторов энергетической системы этого шуба. Исходя из этого проводились и все приемо-сдаточные тесты дизель-генераторов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова